В этом выпуске «Налегке» узнаем о важной инициативе «Руками трогать». Идем на умную конференцию и удивляемся нескучным новостям. Не переключайтесь! Всем привет! 1TechDay – конференция об актуальных технологических трендах и решениях, кибербезопасность, DOS-атаки и много других интересных и не совсем понятных тезисов, которые сегодня наиболее актуальны для владельцев крупных бизнесов, а также для каждого из нас. Как обезопасить себя и свою информационную среду изучаем вместе с «А-1» и «Налегке». Поехали! Юрий, добрый вечер! Добрый! Как настроение? Отлично! A1TechDay – чем он отличается от всех других стандартных дней A1? Это первое мероприятие, которое мы проводим под эгидой A1 и КТ. Мы собрали достаточно большую аудиторию, более 500 человек. Мы, по сути, создали мероприятие, которое имеет в первую очередь образовательную направленность. Скажите, сегодня на повестке дня информационная безопасность. Помимо этого, какие вопросы и темы еще затрагиваются? Ну, облачные услуги, технологические решения, аппаратные платформы, которые позволяют строить сети передачи данных, вычислительные платформы. В принципе, достаточно много. Сам формат конференции предполагает то, что мы ответим на большинство вопросов в основных технологических вертикалях, которые используются в IT-инфраструктуре любого заказчика. Нас смотрят много интересных людей, в том числе компании. И встает вопрос об облачном хранении и безопасности сохранения данных. Да, если говорить о том, что мы предлагаем, то, в принципе, в нашем облаке доступны технологии резервного хранения данных. Многие из наших заказчиков вносят туда свои бэкапы для того, чтобы в случае сбоев можно было каким-то образом восстановить эту информацию. Очень востребованный сервис – это закрытый тестованный сегмент для хранения персональных данных. Многие заказчики у нас приобретают эту услугу для того, чтобы выносить и хранить там персональные данные своих клиентов. Физическое хранение расположения серверов находится не только на территории Беларуси? Только на территории Республики Беларусь, в нашем дата-центре. Ну и, собственно, за пять лет работы нашего дата-центра у нас простой составил 0 часов, 0 минут, 0 секунд. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Очень, конечно, приятно видеть Дмитрия в Пекин-отеле с такой внешностью. Конечно, хотелось бы поговорить об этом. Да, это мое настоящее имя, если что. Просто скажем «Охайо гадзаймас» и начнем говорить про информационную безопасность. Сегодня, насколько это актуально для рынка, скажем, постсоветских стран? Кибербезопасность, на самом деле, всегда была таким достаточно популярным трендом, не очень много людей действительно погружаются в специфику и понимают ее, но сейчас, я думаю, что даже и обычный обыватель чувствует, насколько количество кибератак увеличилось. Это и касается и мошенников, и разного рода поддельных сайтов, и писем фишинговых, которые прилетают на почту и там в Телеграме. Если мы говорим о персональном хранении данных, даже Google не гарантирует пересинхронизации, отсутствие какой-либо утечки. Как обезопасить себя? В первую очередь, это, наверное, задача пользователя. То есть есть некая такая базовая кибер-гигиена – не светить большое количество своих карт. Элементарно можно завести одну виртуальную карту, хранить на ней столько денег, сколько тебе нужно для оплаты подписок, покупки видеоигр, оплаты каких-то других сервисов и прочее, и пользоваться ею. В первую очередь, наверное, надо беспокоиться не о сервисах, которые могут слить твои данные, хотя такое тоже случается. А, наверное, о базовых вещах, которые вокруг пользователя. Говоря проще – фотографии для своей второй половины храните в бумажном виде и никому не сообщайте ЦВВ-код. Да, абсолютно верно. Если мы посмотрим на деятельность большинства безопасников, то, наверное, она воспринимается как большинство мурая, которого, как известно, нет цели, если их внутри, в ближайшее время вперед. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, сегодня говорим про информационную безопасность, и у вас это в прямом смысле наглядно можно пощупать и увидеть, да? Да, все так. Проблема вообще безопасности в том, что она не видна, когда она хорошо работает. Наша задача была как раз продемонстрировать, как действуют хакеры и как, собственно, действуют специалисты по безопасности. Одни атакуют, другие защищаются. Если одни работают плохо, то здесь происходят взрывы зданий, остановы поездов. Все как в реальности, потому что используется реальное оборудование, которое применяется на железных дорогах, метро, транспорт, управление зданиями, банки, энергосистемы. Скажите, практическая значимость именно таких макетных построек? Практическая значимость то, что мы видим сразу результаты работы, потому что когда летают какие-то нолики-единички по сетям связи, мы не понимаем, что происходит. Здесь же, во-первых, сами специалисты изучают, как их атакуют, и они готовятся противостоять этому, а люди более высокого ранга, руководство может увидеть во очи, как происходят атаки со стороны кибертеррористов, экстремистов, прогосударственных хакеров, что они могут сделать в реальной жизни. Сразу наглядно видно, что надо делать для того, чтобы этого не произошло. Создание подобных макетов – это мировой опыт или исключительно вашей идеей разработки. Ну, на самом деле, ровно такой макет – это во многом наше ноу-хау, потому что обычно такого рода макеты делаются в виртуальном пространстве. Мы же пошли дальше и сделали практически реальный город. И вот аналогичных полигонов, наверное, в мире всего два или три, не больше. ДОС-атаки начинаются со школы. Именно с них любой школьник с усами становится настоящим лысым программистом с небольшим животиком. Это так? Ну, не всегда можно после этого стать настоящим ауешником и сидеть в тюрьме, потому что ДОС-атаки – это наказуемое деяние. Я вам не рекомендую этим заниматься, потому что сейчас всех находят. Лучше так не делать. Чем чреваты ДОС-атаки, помимо того, что, грубо говоря, сервис ложится вообще? Основная цель – для чего делают ДОС-атаки? То есть какая мотивация атакующего? Если мы заплатили деньги, то это значит конкурентная борьба. Мы хотим избавиться, чтобы один сайт не работал и шли покупатели в другой сайт. Если это хулиганство, они могут негативно повлиять и на бизнес-процессы больших организаций. Представьте ситуацию, что система банковского обслуживания перестала быть доступна. Значит, кто-то не сможет выплатить зарплату поудаленно, сделать заплатную ведомость. Может, кто-то позже придется получить. То есть на самом деле ДОС-атаки могут прям негативно повлиять на жизнь большое количество людей. Проще говоря, ДОС-атака так или иначе может повлиять на нашу с вами передачу. Поэтому как защитить себя от подобных вещей и для чего вообще нужны компании, которые предотвращают подобные атаки? Для защиты от ДОС-атак в первую очередь нужно определиться, а нужно ли вам защищаться. Потому что на самом деле самый первый момент вам может оказаться вполне спокойно, если какое-то время ваш ресурс будет недоступен. Но если ваш бизнес или ваше увлечение все-таки зависит от вставления в онлайне, то в первую очередь нужно идти к сервисам. Сервисы, которые поставляют услуги защиты. И для большинства клиентов сервисы закроют их проблему. А вот если сервис уже не решает вашу проблему, тогда нужно выстраивать эшелонированную защиту, когда у вас на разных эшелонах применяются разные инструменты защиты, которые стерезают определенный тип ДОС-атаки. Ну что ж, Глеб, так или иначе вы уже пришли к нам, где не про бизнес-процессы и деньги, а про настроение. Ведь это передача на легке. И берем с вас обещание, что никакой ДОС-атаки не будет на наш телеканал. И тем самым мы продолжим наше вещание в новых выпусках. Так? Не атакуйте, ребят. Они хорошие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Иск против макарон, новогодний грузовик в огне, конкурс красоты среди верблюдов и монета-разоблачитель. Мы собрали для вас подборку нескучных новостей. Женщина подала в суд и требует 5 миллионов долларов с производителей полуфабриката «Макароны с сыром» в микроволновке, утверждая, что приготовление блюда занимает больше времени, чем указано в рекламе и на упаковке. Амандер Амирес из Флориды утверждает, что общее время приготовления не учитывает время, которое необходимо потратить на открытие упаковки и пакетов с соусами. Американка жалуется, что если бы знала, что ей понадобится больше времени, указанного на упаковке, то она не заплатила бы столько за этот продукт. Компания Heinz Foods считает иск несерьезным и намерена решительно себя защищать. Праздник к нам приходит. Или не совсем. Видео с загоревшимся грузовиком из рождественской рекламы Кока-Колы накануне 1 декабря облетело весь интернет. Инцидент произошел на глазах у прохожих на центральной улице в столице Румынии. Водитель грузовика оставался за рулем даже после того, как фургона хватило пламя. По сообщениям очевидцев, в какой-то момент мужчина все же успел отцепить горящий прицеп с газировкой и выскочил из кабины. В Катаре одновременно с чемпионатом мира по футболу проходит конкурс красоты среди верблюдов. Самыми красивыми на таких конкурсах обычно считаются верблюды с длинными свисающими губами, большим носом и хорошо оформленным горбом. Для предотвращения разнообразных манипуляций с внешним видом животных все участники проходили специальную проверку. В результате такой проверки 27 верблюдов престижной породы Маджахим были дисквалифицированы, поскольку их хозяева искусственно вытягивали различные части тела животных. Еще 16 верблюдов забраковали за уколы ботокса и коллагена. Призовой фонд за первое место составил 55 тысяч долларов. Древнюю золотую монету, найденную еще 300 лет назад, посчитали фальшивкой, а императора Спансиана I, изображенного на ней, вымышленным персонажем. Однако теперь исследователи обнаружили, что и то, и другое, подлинное и вычеркнутое из истории римский император, действительно существовал. Изначально монету нашли в Трансильвании, некогда дальнем форпосте Римской империи. Потом она долго пылилась в музейных архивах, поскольку эксперты 19 века признали монету подделкой. Однако сейчас ученые уверены, что царапины, исследованные под микроскопом, доказывают, что монета действительно была в обращении две тысячи лет назад, а химический анализ показывает, что она была зарыта сотни лет назад. Теперь исследователям предстоит ответить на вопрос, кем был Спансиан. Исследователи полагают, что он был военачальником, который был вынужден провозгласить себя императором Даки, самой удаленной и труднозащищаемой провинцией Римской империи, занимавшей часть территории современной Румынии. На этом все, не переключайтесь и берегите себя. Всем привет, сегодня мы приехали на выставку организации «Руками трогать». Разузнаем о проекте, что это за выставка и почему женщинам так важно следить за своим здоровьем. Привет, Карина, расскажи, пожалуйста, о себе, о проекте в целом, как давно он был создан и историю его создания. Я считаю, креативный копирайтер проект «Руками трогать» креатор про проект. Он, на самом деле, уже много лет, с 2015 года, появился вообще из личной истории и появился из такой сухой статистики, потому что там каждый год 25 тысяч женщин в Беларуси страдают, назовем это так, из-за того, что им ставят диагноз «онкология», и каждая четвертая – это женщина, у которой находят рак груди. Ну и, конечно, у нас основная задача – это рассказать о том, какую профилактику можно делать, потому что если ты обнаруживаешь рак груди на первой стадии, 94%, что все будет классно, что ты пройдешь этот период сложный, и мы тебя в этом поддержим. Так что у нас такая задача – это напоминать, обследоваться, напоминать про самодиагностику, ну и уже разными такими креативными методами, назовем это так. Мы сейчас находимся в кофейне «Маркс», здесь проходит выставка. Расскажи, пожалуйста, о ней поподробнее. У нас достаточно был, кстати, свободный порог входа, то есть мы просили авторов поделиться с нами своими работами либо в розовом цвете, и чтобы все равно были женские силуэты, либо просто женскими силуэтами. Задача выставки такая – это, во-первых, снять один из порогов, такая табуированная тема – это женская сексуальность. То есть считается, что грудь, часть тела такая эротическая, вот, что про нее условно не нужно говорить, и это опять-таки вызывает такую проблему, как самодиагностика, потому что самодиагностика на ранних стадиях, а это именно прощупывание себя, очень часто путают с какой-то сексуальной девиацией, что так лучше не делать. Вот, на самом деле, это один из инструментов, когда трогаешь ты сама или трогать себе партнер, обнаружить рак на ранней стадии. И мы хотим через вот как раз-таки женские силуэты, детали женского тела, вот, разные ракусы. Обратите внимание на том, что женское тело – это тело, его важно любить, важно о нем говорить, заботиться. Ну и, конечно же, обращайте внимание и тем самым снимать эту сигму, чтобы люди не пугались в груди, диагностировали сами и трогали, да, и не стеснялись этого. А почему именно розовый цвет? В 1993 году ВОЗ как раз-таки ввел в свой перерочень заболеваний рак груди и рекомендовал говорить о нем почаще, вот, и специально для этого есть такое движение Pink October, когда каждый октябрь делают розовым, вот, бренды условно делают какие-то сейлзы и скидки там на розовые вещи, красить свои логотипы в розовые и так далее, тем самым напоминают женщинам по всему миру о том, что пора диагностироваться, пора делать осмотр, не забывать об этом. И что еще один важный, скажем так, для женщины врач, это не только гинеколог, но и мамолог, которому нужно обязательно раз в год ходить и делать такой чекат. Расскажи, пожалуйста, еще в туалете, видела, висят на зеркалах прикольные мотивационные цитаты, расскажи о них поподробнее, это тоже ваш проект, я так понимаю. Да, это часть, это часть нашей активации, мы заметили, что люди в заведениях часто, ну, как мы заметили, опытным путем делают селфи в туалете, вот. И мы решили, что обычно, там, они обращают внимание на какие-то нестандартные зеркала или какие-то, может быть, стикеры, какие-то, не знаю, обводки, помады или что-то такое, мы решили взять этот инструмент, через которого, скажем так, проходят все, разместить стикеры. Да, ты права, что они мотивационные с одной стороны, а с другой стороны, то есть люди сначала не понимают, про что это, видят QR-код, видят, условно, рядом у нас есть буклеты, как правильно себя диагностировать, переходят в наш Инстаграм и смотрят, и узнают больше о проекте, и вообще узнают больше о том, что такая проблема есть, о том, что надо, это обязательно, диагностироваться, ходить к врачу, вот, хотя бы раз в год. Расскажи, пожалуйста, планируются ли какие-то еще проекты, что ожидать от вас? Да, ожидать от нас точно анонс уже в следующем октябре, сейчас мы вот доделаем эту активацию со стикерами, приходите к нам на выставку. Каждый год мы меняем подходы, вот, каждый год думаем насчет того, как обратить внимание на себя в этом году, потому что там старые механики уже не всегда работают, так что до встречи в следующем году, и ждем, если кто-то хочет принять участие. Я видела, в ассоциации состоят и врачи какие-то, и психологи. Может ли, например, девушка с какой-то определенной проблемой обратиться, можете ли вы ей помочь? Ассоциация – это такое серьезное слово, я бы назвала это инициативой, потому что это изначально, это такая личная боль, назовем так, наши вот группы маркетологов, которые случайным образом между собой пересеклись и дальше уже начали звать специалистов, то есть все абсолютно на благотворительных началах дают консультации. Наш инстаграм – это скорее площадка, которая делится актуальной информацией, контактами врачей, также это площадка для комьюнити, то есть женщины, которые уже пережили онкологию и уже находятся в состоянии ремиссии, могут давать советы женщинам, которые только столкнулись с этой проблемой, знакомятся. Есть еще одна такая история, то есть это онкофобия. Онкофобия в чем заключается? Многие женщины, она есть и внутренняя, боятся рассказать своей семье, боятся, что, например, там идет муж или еще что-то. И наша история рассказать про то, что да, это непросто, но его можно лечить и нужно, и мы рядом. Для них какие-то вот действительно технические истории, дельный совет или какой-то подарок, чтобы поднять настроение гораздо лучше, чем посты с сочувствием. Привет, Полина! Расскажи, пожалуйста, о себе. Я художник, сейчас я учусь в Академии искусств. Твоя работа сейчас есть на выставке «Не забудь про грудь» проекта «Руками трогать». Расскажи, пожалуйста, почему ты решила поучаствовать в этой выставке? На самом деле я узнала про проект случайно, я увидела его в Инстаграме и сразу очень заинтересовалась, потому что онкология такая личная тема, мой близкий человек сейчас борется с раком. И мне очень захотелось поддержать такой проект, поддержать осведомленность людей о таком заболевании, и поэтому я с радостью решила принять в нем участие. А какой посыл ты сама вносила в картину? На самом деле одна из основных тем моего творчества — это женская телесность. И не только красота тела, не только его хрупкость, но и иной взгляд на него. Не пошлый, не эротический, а просто созерцание красоты. И также хотелось бы подчеркнуть важность здоровья, то, что здоровое тело — это априори красивое тело, каким бы оно ни было. И важно заботиться о себе и о своих близких. Расскажешь, пожалуйста, о этой картине. Я видела, что она есть на афише, почему она выбрана, и, может, есть какая-то история о ней. Здесь нам понравилась история описания автора. Она говорила, что когда рисует, то есть у нее все рождается из вот этих бусин и кровоподтеков, которые вырисовываются в одну из серий. Вот здесь в целом достаточно отчетливо считываются женские тела, в том числе есть какой-то образ такой пуповины, как нам показалось. Также есть розовый цвет, который еще раз напоминает нам про розовый октябрь, и достаточно логично вложиться в нашу выставку. Я еще знаю, что с вашим проектом работает много брендов. Можешь ли ты рассказать об этом сотрудничестве подробнее? Бренды скорее с нами консультируются. То есть, видя нашу инициативу, они уже делают свои отдельные проекты. И это здорово, потому что в Беларуси начинают вот только-только второй год, когда бренды готовы делать какие-то активации у себя. Что касается нашей инициативы, у нас в основном такое комьюнити из людей. То есть, про нас слышат люди, например, авторы и присылают нам свои работы. То есть, у нас уже было более ста работ, из которых мы выбирали. Подключаются какие-то ребята из диджитал-индустрии, говорят, давайте сделаем NFT-выставку. Подключаются иллюстраторы, которые готовы рисовать нам фирменный стиль, какие-то бэкграунды для нашего инстаграма. Подключаются операторы, которые готовы бесплатно снять нам видео. Подключаются героини, которые готовы сняться в видео. Хотя для них это тоже непросто вообще говорить, проживая всю эту историю. В общем, мне кажется, что мы такой больше хаб коммуникационный, который соединяет и врачей, и женщин, которые перенесли, и женщины, которые только узнали об этой теме. А вот если я простой человек, хочу как-то помочь вам присоединиться, возможно, к команде, что нужно для этого сделать? Ничего, написать нам. Просто написать нам, мы открыты, рады всем. То есть у нас есть какая-то помощь, не знаю, просто распечатать листовки, допустим, повесить и так далее. Это будет достаточно. Если у тебя есть еще принтер цветной, вообще супер, ты человек, который нам нужен. Если есть идея каких-то активаций, которые можно сделать, если есть контакты площадок, которые готовы безвозмездно дать свою площадку, мы открыты всем. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...